Здравствуйте! Вы смотрите «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Наша программа «Напомню» не только, не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни. И попытаемся взглянуть на них, в том числе и «Православный взгляд». Сегодня мой собеседник в студии – Архимандрит Иосиф, секретарь Томской епархии, отец Иосиф. Здравствуйте! Здравствуйте! Отец Иосиф, грядет праздник, который называется, если лаконично, «День России». Церковь вообще считает это праздником? Ну, во-первых, поздравляю всех с этим наступающим праздником. Церковь всегда относилась к гражданским праздникам так, как должны относиться к этому вообще люди церковные. Праздник – это некое событие в жизни, ну, если это день, когда нужно остановиться и задуматься о своей жизни. Как мы живем, ради чего мы живем, наши цели и как мы достигаем этих целей. И поэтому еще с древних времен есть молебное пение в дни праздников гражданских. В храмах совершаются, и сейчас, и в некоторых совершаются, а раньше совершались всегда. В гражданские праздники совершалось особое молебное пение, где верующие люди благодарят Бога за все благодеяния, которые Он им даровал, и просят благословения на дальнейшую жизнь. Просят, чтобы Господь дал Соломонову мудрость и силу, и крепость властям придержащим и всем людям. Вот такое отношение церкви к гражданским праздникам. Но поскольку мы говорим о Дне России, о нашей стране, о Родине, вот православный человек как-то по-особенному должен относиться к своему Отечеству, ведь по большому счету, если вот рассуждать такими высокими термами, у всех нас Отечество на небесах. Православный человек не должен, а он естественным образом относится к своей земной Родине, с любовью. Каждому из нас Господь судил родиться в это время на этой земле. И она наша Родина, потому что мы здесь родились, потому что здесь живут наши родители, здесь жили наши предки, здесь их гробы. И вот это и называется патриотизм. Любовь к своей Родине, она естественным образом вырастает из любви детей к своим родителям. Вот когда дети научены с почтением и любовью относиться к родителям, когда вот любовь царствует, главенствует в семье, это вот естественным образом воспитывается это качество, которое потом переносится и на ту землю, где ты живешь. А есть особый промысел в том, что вот действительно кто-то родился немцем, кто-то евреем, кто-то русским? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что не могу проникнуть в божественный замысел о человеке. Но как у каждого человека есть свое предназначение на этой земле, и ради чего-то Господь призывает его из небытия в эту жизнь, так и у каждого народа есть свое предназначение, которое, вот мы же говорим, что был богоизбранный народ. Это не потому, что он такой великий, в смысле количественном, но этому народу Бог даровал честь хранить здравые представления о Боге, хранить веру в Бога, в то время, когда окружение было совершенно враждебным. Так вот, я думаю, я не думаю, я уверен, что каждый народ несет свой замысел божественный в этом мире. А с точки зрения православия, на ваш взгляд, что значит любить свою родину? А что значит любить вообще? На эту тему много написано, и на самом деле до конца ничего и не сказано. Но могу сказать одно. Вот Господь говорит, меня часто спрашивают, вот хочу любить Бога, но вот не могу, что-то как-то вот не любится. А в Евангелии четко Господь говорит, тот любит меня, кто заповеди мои совершает. И кто совершает, кто хранит мои заповеди и исполняет их, тот меня любит. То есть любовь – это, знаете, не вздохи под луной там на скамейке. Любовь – это прежде всего действие. Любить – это значит делать. Делать все так, чтобы твоей родине, твоей земле никогда не было плохо. А для служителей церкви любовь к родине в чем заключается? А вот в этом и заключается. Что значит делать все? Вот каждый человек, повторю, призывается в этот мир ради чего-то. И вот если он призван быть священником, то он должен исполнить это свое предназначение, то есть исполнять волю Божию, тем самым любить Бога. А любить Бога – это значит любить всех. Что значит земля, на которой ты живешь? Это же там не черноземы, не глиноземы, не песок только. Это люди, которые здесь живут. Вот если говорить, что люди, которые здесь живут, я правильно вас понял, что по большому счету мы возвращаемся к тому, что сказано в Священном Писании. Как ты можешь любить Бога, которого не видел, если не любишь ближнего своего? Да. То есть по большому счету можно сказать, что любовь к ближнему – это и есть любовь к родине? Конечно. Ну опять, что такое моя родина? Это мы все. Хорошие и плохие, разные, интересные, скучные, веселые, грустные. И всех я люблю, но по-разному. То есть это совсем не то, что любить родину – это поехать на берег реки, сесть возле березки и полюбоваться пейзажем. А это в том числе. И вот этот пейзаж, в котором ты родился, он самый для тебя, самый лучший. Знаете, когда-то великий Саади, восточный поэт, сказал, «Все земли пред тобой у Боги, о пустыня». Этой серии каждый кулик свое болото хвалит. Ну, простовато, но верно. Отец Иосиф, много сейчас споров, наверное, и они никогда не закончатся. Мы все знаем такую фразу, как «Святая Русь». Но при этом мы видим, как у нас протестуют против строительства храмов, как порой люди поступают. Вы как к этой фразе относитесь «Святая Русь»? Она имеет место быть? Или это просто фраза, которую придумали для красного словца? «Святая Русь» – это реальность. К сожалению, не всегда очевидная, если мы выходим на улицу. но это тот идеал, которым живет православный русский человек. Он стремится к этому идеалу. Да, он ошибается, он падает. Он иногда очень низко падает, очень глубоко падает, но он все равно встает и идет. Ведь смотрите, разные народы давали себе разные определения. там старая добрая Англия, прекрасная Франция, старушка Европа. Да. И только Русь святая. Вот наша цель, вот наш идеал. Мы ему не соответствуем? очень часто, да, к сожалению. Но уже то, что у нас есть такой идеал, это уже не повод отчаиваться. Все пройдет, мы преодолеем, мы переболеем. И этот идеал станет реальностью. Вот сейчас на Земле, вот в этой жизни, в этом времени, этого идеала, конечно, он реализован не будет никогда. Но мы к нему стремимся точно так же, как мы стремимся в Царство Небесное. Вот Святая Русь, это и есть Царство Небесное. То есть, если я правильно понял, пока это то, что мы выдаем желаемое за действительное, но к этому надо стремиться. Ну, знаете, это не только желаемое. Святая Русь, она реальна уже и сейчас, но не все люди, так сказать, соответствуют этому. Вот Святая Русь, это огромная плеяда, это замечательная когорта наших святых, которых мы знаем. Это еще больше людей, подвижников благочестия, которые были святой Русью, но они были простыми людьми в жизни, имена мы их не знаем. А то, что вот вы говорите, вот весь этот протест, это не главное и не важное, это и не так массово, чтобы приходить в это, так сказать, отчаиваться и говорить, что Русь это вообще, Святая Русь это вообще вот где-то какая-то выдумка, какой-то выдуманный идеал, к которому мы стремимся. Он не выдуманный, он реальный, Святая Русь есть, и она жива. Но мы же иногда сталкиваемся и с таким утверждением, что наша страна, чуть ли не какая-то богоизбранная, ее отчасти называют поясом Богородицы. Насколько это имеет место быть? Это имеет место быть? Вот побывав в других православных странах, я понял одну вещь. Каждый православный народ, он богоизбранный. Но как только ты начинаешь понимать эту свою богоизбранность вот в каком-то таком националистическом плане, национальном, что ты лучше других. Да. Вот тут и катастрофа. Вот это беда. Значит, ты вообще не православный. Быть избранным, значит, Бог тебе доверил что-то, и это огромная ответственность. И личная, и всенародная. Ты должен то, что тебе Бог доверил, во-первых, не расточить, не расплескать, не испачкать, не растоптать, а донести и своим потомкам, и всем тем, кто вокруг тебя, я имею в виду, и другим народам. А вот это самолюбование, вот эта спесь такая, вот мы тут вот такие, там, третий удел, и... Нет. Это неправильно. А на ваш взгляд, закономерно, что во времена еще царя, когда воины шли в атаку, они ведь с каким криком шли в атаку? За веру и отечество. Вот эти два понятия, они действительно настолько тесно связаны? Они не то, что тесно связаны, а одно из другого следует. только христианин может быть настоящим, добропорядочным гражданином этой страны. Я не помню, кто из святых сказал, но фраза, мне кажется, на самом деле очень меткая. Смысл у нее такой, что никто не может стать достойным жителем Царства Небесного, если он не стал достойным жителем Царства Земного. Это святитель Филарет Московский. Худой гражданин Царства Земного не сможет стать гражданином Царства Небесного. А святой праведный Иоанн Кронштадтский продолжает, то есть начинает эту фразу. Худой христианин не сможет стать добрым гражданином. Это не просто великие святые сказали, они просто сформулировали опыт жизненный. Но это ведь так и есть. Мы здесь можем действительно еще найти пример тому. Сергий Радонежский, ведь он был монах, но когда речь зашла о том, что отечество в опасности, он ведь для того, чтобы русское войство вдохновить на подвиг, отдал монахов, которые были действительно глубокими молитвенниками, насколько я знаю. И он их благословил на защиту своей Родины. А это что значит? Это значит на защиту своей семьи, на защиту своих близких. Ну вот как может христианин не встать на защиту? Ведь это высшее проявление божественной любви положить жизнь свою за други своя, за своих друзей, за своих ближних. А вот это и есть, если хотите, патриотизм. Ну или одна из граней проявления патриотизма. Я не говорю, что сейчас речь идет о православных, скорее наоборот, о так называемых представителей неких сект, которые тоже прикрываются какой-то такой христианской завесой, говорят, что я с точки зрения религии, не имею права держать в руках оружие, поэтому подавайте мне альтернативную службу. Ваше отношение к этому? Ну, если человек так себя мыслит и так ему подсказывает его совесть, то я думаю, что так и надо поступить. Ему надо дать возможность своей родине послужить как-то по-другому. христианские примеры православные нас учат обратно. Но таких людей, я думаю, их не настолько много, что если отечество будет в опасности, то некому будет выступить на его защиту. Скоро 22 июня, очень печальный день в истории нашей страны, и ведь тогда государство у нас было абсолютно неправославным, абсолютно далеким от религии, по крайней мере, с точки зрения официальной, где закрывались храмы, где многие священники к этому моменту были уже расстреляны, но тем не менее подавляющее большинство людей с каким-то таким воодушевлением, с яростью бросились бить врага, не щадя живота своего. То есть вот эта христианская жилка, она была где-то внутри, или это действительно было просто проявление любви к родине? Вы правы, государство было безбожным, но народ-то был христианином, и вот эту тысячелетнюю историю христианства, ее никакими гулагами не выбить, не выжить, это, как вот говорят, это генетический код наш. К разговору про Святую Русь. Да, да, и когда, может быть, там, революционные ветры, вот там, и может быть, для кого-то это было романтика и ожидание там чего-то прекрасного, людей захлестнули, но не всех, далеко не всех, то 22 июня 41-го года быстренько всех отрезвило, и вот этот вот романтический налет, он быстренько сдулся, ну и кроме того, ведь в этом году эта дата будет юбилейная, 80 лет. Не могу не спросить, то, что вы видите сейчас вокруг, если, не дай бог, что, поднимется народ? Я даже не хочу об этом думать. Дай бог, чтобы этого не было. Это, это очень плохо, это очень страшно, это очень неправильно. Я надеюсь, что есть на Руси подвижники и живые сейчас, а которые уже небожители, их вообще очень много, и они своей молитвой Ведь как, если хотя бы несколько человек будет, то пощежу этот народ. Давайте будем надеяться, что и мы, и дети наши, и дети наших детей всегда будут иметь мирное небо над головой. Пока давайте перейдем к следующей части нашей программы. 10 июня Русская Православная Церковь отмечает Великий Праздник Вознесения. Это, наверное, как раз к разговору о Небесном Отечестве, куда Спасители вознесся. Расскажите об этом празднике. Да, в этом году Вознесение Господне, это 40-й день после Светлого Христового Воскресения, после Пасхи. В течение 40 дней Воскресший Спаситель общался со своими учениками здесь, на земле, беседуя с ними, раскрывая им тайны Царства Божия, Царства того Царства, которое создано для всех нас, для всех людей. И на 40-й день Он благословил их и вознесся на небо. Ну, это небо не вот не в материальном смысле, не вот не астрономическое такое явление, а Он ушел в то бытие, а для нас, так сказать, небытие, где только Бог. Ученики стояли и смотрели на небо, туда, куда вознесся их Спаситель, их счастье, их радость, их надежда. И вот в этом смотрении на небо это вот и опять пример всем нам, что мы не должны жить только земным, мы не должны смотреть только на землю, потому что это временно, а это значит, что это скоро приходящее, это исчезнет. И как бы мы не тужились, как бы мы не стремились достичь чего-то земного, это совсем не то, ради чего создан человек. Да, это нужно, нужно для тела, и одеваться, и кушать, но это не должно быть самоцелью, на это человек не должен полагать всю свою жизнь, он должен смотреть на небо, потому что там наше будущее настоящее, там наша жизнь, настоящая. Нельзя сказать, что мы после этого осиротели? Нет. Ведь великая радость, когда спаситель пребывал вот здесь, на земле, и когда по сути дела он всегда был в зоне доступа, ведь сейчас по сути мы... Но он был в зоне доступа для кого? Вот только для них? А как же хлеба? Ну хорошо, пять тысяч, семь тысяч, а остальные на планете? А сейчас он рядом с каждым, он рядом со мной. Он вознесся, но он нас не оставил. Он еще ближе стал к каждому, ко всем. Отец Иосиф, остались еще у нас блиц вопросы. Имеет ли смысл человеку, который недавно воцерковился, посещать разные храмы, чтобы найти, что называется, свой? Я думаю, да. Я думаю, да, человек... вот имеет право на такой поиск, где ему комфортно, где вот он почувствует себя своим, где он найдет свой дом. Да, я думаю, да. А можете посоветовать вот такому человеку, на что стоит обращать внимание? На какие-то внутренние ощущения, может быть, на внешние какие-то проявления? знаете, конечно, первое, что мы воспринимаем все физически, мы воспринимаем глазами, мы слышим что-то, но в конце концов вот именно то, что мы слышим и видим, мы еще и начинаем чувствовать, что вот... Есть еще так называемое духовное зрение. что-то не то. я много разговариваю и с томичами, и мне говорят, я в этот храм хожу, а я в этот. Вроде этот храм и гораздо дальше географически ему нужно до него добираться, а этот вроде ближе к дому, но там это или как-то традиционно случилось, или человек выбрал. Нет, можно выбирать, но нужно в конце концов остановиться, нужно выбрать, потому что, знаете, иногда вот так можно заморочиться и вообще потерять все. Но тут, наверное, во многом еще, конечно, играет роль священника в храмах. И священники, и хор, и... И намоленность места. Да, вот что-то мы видим глазами, что-то мы чувствуем. В Богоявленском соборе многие мощи находятся за железными вратами. Можно ли кого-то просить в храме их открыть, или их открывают только в определенное время? Их открывают в определенное время, но если вы хотите, я думаю, никаких проблем с этим не должно возникать. Просто это такая благоразумная мера предосторожности, чтобы... есть разные люди, для которых святыня не является святыней. Но при мне такой вопрос возникал, когда люди хотели подойти к овчегу с мощами целителя Пантелеймона. И, я думаю, проблем не будет. Есть какое-то правило ношения на теле мощевиков, лент с Псалмом 90-м и других святынь? Нет, никаких правил нет. Правила, традиции? Это проявление твоего личного благочестия. Но нужно тут опять быть благоразумным. У тебя есть крестик нательный? Вот и будет с этого. Если еще что-то... Ведь вот эти все поиски, которые... Это ведь рецидив советского времени. Это оттуда отголоски, когда носить крестик было нельзя явно, что у тебя там веревочку увидят или цепочку увидят, это же в портком, а то и увольнение и вообще всякие репрессии. И вот поэтому люди прятали. Мне бабушка крестик прикалывала на маечку туда вот с внутренней стороны. Ну на самом деле да, вопрос серьезный достаточно, потому что когда мы заходим куда-то в церковную лавку, а уж тем более, если мы где-то находимся в паломнической поездке по святым местам, там заходишь действительно в церковную лавку и выбор просто грандиозный. Там и нательны какие-то иконки, и какие-то особые крестики деревянные. Пожалуйста, это проявления благочестия. Если вы хотите иконочку там вы нашли своего святого, пожалуйста. Если какую-то святыню вы можете носить при себе или в портмоне, или в кармане, пожалуйста. Это все, ну только не надо это доводить вот так сказать до смешного. Ну да, чтобы благочесть не заключается в том, что чем больше на себя навесим, От количества, да. Нет. Спасибо большое, отец Иосифов, за познавательную беседу. Вам спасибо. И спасибо нашим телезрителям. Я напоминаю, что любой из наших телезрителей может прислать вопрос в программу, достаточно написать на адрес православия 70 собак email.ru. Также вы можете предложить тему нашей следующей передачи. А я напоминаю, что сегодня моим собеседником был архимандрит Иосиф Еременко, секретарь Томской епархии. На этом наш выпуск завершен. Это была программа «Православный взгляд». Я Виталий Степкин. Еще увидимся. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова